Александр Цыганов 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 В книге «Смоленская кулинария» преподаватель кулинарной академии, основатель детской кулинарной школы и кулинарного фестиваля в городе Смоленск. Она готовит необычную кашу, называется она «Днепровская каша с лесным орехом». Это тоже старинный рецепт Смоленской области, который воссоздан по историческим сведениям. Вы видите и другие ингредиенты, не удивляйтесь, просто в описании многие шеф-повара не раскрывают заранее секреты в своих ингредиентах, но вы это все сможете посмотреть, увидеть и заметить. Наташа, извините. Наташа. Она представляет востровскую область и готовит необычную кашу, которую записали, и она стала известна в 1901 году из книги Елены Мужковин «Средства для уменьшения расходов в домашнем хозяйстве». Галина Жванова. Шеф-повар, призер Международного кремлевского кулинарного кубка 2013 года. Член национальной гидии шеф-повару. Она три раза стажировалась в мишленовских ресторанах Франции. Послушной список большой, он у вас у всех есть написан. Она готовит необычную кашу, называется поджаренная манная каша. Третий номер. Костромская область. Так. В первую очередь, сразу ее называется, называется она «Валиха». Это была любимая каша, литератора, цитроверка. Об этом есть очень много свидетельств. Все. Алексей в гости. Представляет Андрей Титков, шеф-повар кетеринговой компании «Казан Кетерин». Он готовит гороховую кашу-пучалка. Старинный рецепт, который занесен в единый реестр нематериального культурного наследия Владимирской области. Так что, что это такое и как же из гороха какие каши ели в XII, XIII, XIV веках, вот мы и узнаем, попробовав кашу-пучалка в Владимирской области. Итак. Бренд-шеф компании «Азбука Севера Республики Саха-Якутия». Он готовит традиционную кашу кучевых народов Севера и оленеводов. Называется она «Каша из колбы с томленой олениной, белыми грибами, сушеной клюквой и с черникой на ржаном квасе». Ну, там есть еще много тонкостей. У вас будет возможность все это узнать. Удачи! Спасибо. Удачи! Представляет Республику Крым и город Севастополь. Шеф-повар, мастер производства на обучение, главный эксперт в WorldSkills, член Международной ассоциации профессиональных кулинаров. Вот Дмитрий взял рецепт, который принадлежит самому Александру Васильевичу Суворову. Из тех походов, когда брали Измаил и так далее. Называется «Суворовская каша». Этот рецепт так вот и назван. Благодаря... Досталась самая непростая каша. О ней вы все знаете. Благодаря графу Курьеву. Это рецепт для его хлебосного повара. Значит, он и готовит курьевскую кашу. Все? Какие я... Взяли какие-то рецепты у моих коллег. Представляешь ты и съездил на этой площадке. Отриведите, пожалуйста, несколько примеров каш, которые будут сегодня оценены. Вы знаете, я не полностью сейчас, а еще ознакомился с полным ассортиментом. То, что будут представлены здесь каши. Потому что пришли еще новые участники. Они принесут какие-то свои новые веяния, может быть. А в основном, конечно, старые традиционные каши. Тут и курьевская каша представлена, и кулеш представлен. И с овощами каши очень много интересов. Илья Николаевич, а по каким критериям будут оценены готовые уже блюда? Ну, критерия обычно очень много. А оценится, конечно, по организации рабочего места. По качеству приготовления. По органолептическим качествам, ну, вкусовым качествам каша обязательно. Плюс работа повара, плюс подача каши. Это все будет развиваться. Еще немного повторяю, хотелось бы еще раз услышать. Как вы считаете, чем уникален вот именно этот конкурс в рамках фестиваля «Русская боль»? Чем уникален? Ну, во-первых, мы возвращаемся к истокам. Потому что многие забыли, что такое и как вообще готовить кашу. Потому что я встречаюсь в своей жизни очень много. Я прошел большую жизнь. И встречаюсь, что, допустим, современные мамы не все готовят для своих детей. И даже в семье не все готовят кашу. А каша – это же сила, это здоровье. Сейчас дождь, да, модно. На самом деле я так и не увлекаюсь. Но каша как бы всегда давала себе преимущество перед всеми другими продуктами. Потому что и по калорийности, и по насыщаемости организма она всегда давала больше энергии для людей, которые работают. Спасибо. Позвольте еще один вопрос. Традиционные русские рецепты, те, которые представляются сейчас, всегда готовились в русской печи. Они томились, причем томились довольно долгое время. Каким образом здесь, в современных условиях, можно достигнуть такого же эффекта томления русской печи? Во-первых, у нас современное оборудование, оно практически позволяет достичь эффекта русской печи. Это пары конвектомат, современные, которые стоят на этой площадке. Они дают, ну, конечно, не передадут тот колорит печи, не того запаха, который должен быть. Ну, представляете, да, дровяная печь, русская печь. Ну, это классика. Ну, конечно, не передать это. В современных условиях, чем можем, на то мы готовим, скажем так. Позвольте еще один вопрос. Ведь старинные крупы, это совсем другие крупы, не такие, какие сегодня можно купить в магазине. Тот же овес, он по-другому обработан. Конечно. Гречка, пшено, это совершенно другие крупы. Совершенно другие, конечно. А вот что бы Вы сказали по поводу круп современных и способ обработки, вот, современных круп, как он влияет на качество продукта? Сохраняются ли рецептамины? Сохраняются ли витамины, сохраняются... Я думаю, что сохраняются больше, чем прошлые века, допустим, потому что современные технологии позволяют быстрее высушить, допустим, зерно. И оно не столь подвержено плесени какой-то, понимаете, при сохранении. И оно более качественное, более чище обрабатывается и в лучших условиях хранится. Это не в амбаре, понимаете, да, на сыпном, где мышки бегают там всякие. Это хранится на складе в определенных условиях, защищено как бы всеми санитарными правилами. А какая Ваша любимая каша? Пшонная. С чем-то или просто с маслом? Вот пшонку я люблю в любом виде. Молочная, да, именно молочная. Именно разваренная и с тыквой, и с изюмом, и с яблоками, и с чем угодно, даже с грибами. Пшонка – это универсальная каша, но просто нужно уметь ее готовить. Это точно. Это сложная каша. А какую кашу Вы считаете самой уникальной вот здесь сегодняшней? А это мы еще посмотрим. Ну, по рецептам. Ну, по рецептам, если будут готовить буриевскую кашу, если по настоящему рецепту, да. С полосочками, с карамелью, все это. Это с карамелью, это со сливками. Это каждый слой каши перекладывается с пенкой, которую снимают от пешего молока. Я не знаю, посмотрим, посмотрим, каждый мастер должен готовить по-своему. А скажите, пожалуйста. Рецепт классический, да. Скажите, пожалуйста, на этом конкурсе кто-нибудь представляет перловую кашу? Да, сегодня представлена перловая каша. Тоже, кстати, очень незаслуженно обиженная каша. Очень хорошая, очень калорийная, очень вкусная, если правильно готовить. Кстати, суворовская. Суворовская, да. Шрапнель, как называли. Ну, правильно, если ее правильно приготовить, да, она очень вкусная. Просто многие не умеют готовить, да? Ну, ну да. Любите кашу, не просто готовите и умеете. Хорошо. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok